Сейчас к новостям спорта. Беговая дорожка под открытым небом появилась в нашем городе благодаря стараниям спортсмена-ветерана Владимира Малых. На то, чтобы запустить тренировочную площадку для бега у него ушло почти два года. О первых посетителях и их эмоциях расскажет Леонид Манохин. На самом деле тропой это назвать сложно, ведь получилась настоящая беговая дорожка. Удобное место на берегу реки Сылла сегодня приняло первых бегунов. Дети из двух городских школ провели здесь урок физической культуры под руководством Владимира Ильича Малых. Спортсмен говорит, что теперь комфортное место для занятий по легкой атлетике ждет новых посетителей. А здесь на свежем воздухе, да, кислород, деревья, вода, речка, и вы бегаете по мягкому грунту. Мышцы голеностопного сустава у вас отдыхают, вы бежите мягко, как амортизация. Вот. Сейчас, пока она сухая еще, да, свежая, немножко, может быть, в кроссовки будут попадать. Но дождики пройдут, усядутся, и вы будете бежать вообще как испытывать большое наслаждение по мягкому грунту. По своему опыту бегун знает, подсыпка из опила гораздо удобнее для занятия бегом, чем твердые асфальтовые площадки. Правда, пока опил еще не улегся как следует, поэтому ребята испытывают небольшое неудобство. Дорожка хорошая, но барьеры некоторые высокие, из-за них трудно бежать и перепрыгивать. Ну, весело так-то, в принципе, бежать можно. Еще опилки только, ботинки лезут, колются. Обустройство тропы здоровья было давней идеей бегуна-чемпиона. Вместе с семьей он расчищал эту площадку от тополиных веток и бытового мусора. Оформлял необходимое разрешение в управлении городского хозяйства. Также на свои средства заказывал доставку подсыпки, ведь на то, чтобы покрыть один километр полезной дорожки, ушло целых шесть камазов древесного опила. Все это ради комфортных тренировок любителей легкой атлетики. К слову, заниматься здесь можно абсолютно бесплатно. Главное и нерушимое правило – соблюдать чистоту на площадке. Леонид Монохин, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова